На закрытии фестиваля актеры из школьных театров стали зрителями. На сцене Новошахтинского драматического театра их ждала новогодняя постановка «Сказка заколдованной снегурочки». Но сначала церемония награждения победителей фестиваля школьных театральных коллективов «Красота спасет мир». Десятый по счету фестиваль совпал с декадой инвалидов. Свои работы школьные театральные коллективы посвятили людям с ограниченными возможностями. Такая трудная, такая болезненная тема. Понять и прочувствовать, как сегодня живется людям с ограниченными возможностями, как им порою трудно, как им порою не хватает простого человеческого внимания, была раскрыта настолько глубоко и душевно, что этому может позавидовать любое муниципальное образование. 19 школ Новошахтинска представили свои театральные постановки. Более 300 юных актеров на сцене, более 4000 зрителей в зале за все время фестиваля. Жюри трудно было определиться с выбором победителей. Ребята показали высокое мастерство. Поэтому места распределяются в трех возрастных группах. Младший возраст, средний и старший. Третье место в возрастных категориях занимает театральные коллективы школ номер 40, 38 и 25. Второе место у четырех школ – 79, 5, 20 и 1. Первое место занимает тоже четыре школы – 4, 37, 24 и 31. Зрители в восторге. Они аплодируют, когда объявляют название спектакля, который больше всего понравился. Восторженную реакцию в зале вызывают постановки. Костя Плюсника, стойкий оловянный солдатик, слепой музыкант и белая на черном. Именно этот спектакль школы номер 34 получает гран-при фестиваля. И слухаем молодцы, везёров! Светлана Николаевна Сопова, руководитель Новошахтинского драматического театра, предложила изменить формулировку. Не театральные коллективы, а школьные театры. И наградила все театры заслуженными наградами. А ещё профессиональные актёры удостоили наград в номинациях, отметив лучших актёров фестиваля. Фестиваль пережил пятилетний перерыв. Но что такое 10 дней для настоящих талантов? Дело в том, что эта работа в школе ведётся планомерно. То есть дети занимаются. Мы очень хорошо всегда выступаем на конкурсах чтецов «Живая классика». Наш руководитель школьного окружка, Любовь Павловна Подмогильная, она ведёт эту работу с детьми систематично. И поэтому нас не испугали такие короткие сроки. Мы постарались сделать всё возможное, чтобы это было ярко, красиво. А произведение мы выбрали сложное. Произведение мы выбрали достаточно серьёзное. И вы знаете, до самого последнего момента мы переживали, как с ним справятся дети. Надо сказать, что каждый ребёнок проникся сюжетом этого произведения, этой книги. И несмотря на всю тяжесть того, что там отображается, ребёнок пронёс это через свою душу и смог это показать зрителям. Вы знаете, я очень рада, что детям понравилось, что дети загорелись этой идеей. И я думаю, мы будем продолжать. В общей фотографии победителей трудно вместить всех. Но театру под силу всё. Он любит талантливых людей и готов начать сотрудничество со школьными театрами, предоставив им свою сцену.